Доброе утро, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. Находимся в Витязево на неизвестной для администрации улице Светлая. И у нас здесь опять затопление. Плюс еще прокладывают коммуникацию. В общем, очень сложно проехать. Так что знайте об этом. Мы же сейчас с вами пойдем на море, искупаемся, получим бурю, эмоции, отличное настроение. Надеюсь, что у нас все получится. Посмотрите, какая красота уже. Также начинают деревья цвести. Правда, это тополь и с сережками. Это нифига хорошего. Принесет много только тополиного пуха. Ну, а вам в любом случае ждать лета уже не надо. Можете приезжать к нам, потому что завтра у нас будет вообще жара. Мы вас очень ждем, ребята. Но сейчас на море, дамы и господа. Много раз обращался, кстати, к администрации по поводу вот этой вот воды, которая здесь стоит. Ну, постоянно меня спрашивают, где это улица Светлая? Не знаю, ребята, к сожалению. Ну, вот сейчас здесь все выглядит вот так вот. Мы очень надеемся, что все-таки когда-нибудь придут какие-то нанотехнологии, которые смогут изменить эту ситуацию. Здесь будет сухо и хорошо. С левой стороны мы видим территорию вообще пляжа. Ну, республика Виталия под себя забором обнесла. И в этом году они перетащили отсюда, вот сюда, песок. То есть разровняли все территории, потому что и на нее скачивали вот эту вот плохую воду, которая здесь мешала. Сейчас будем подниматься на море, наслаждаться. Это лучше всего. Ну, и я вас беру с собой. Пойдемте с нами на море. Зайдем, как говорится, вместе на эти дюны. И увидим первые, так сказать, волны, которые набегают на наш берег. Любимые. Здесь прячется огромное количество домиков. Видите, вот сзади меня сейчас находится заборчик, который еще не открыли. Но откроют в скором времени. Здесь будет напрямую проход. Уже, как говорится, все ближе и ближе. Сезон летний. В этом году обещали, что откроется все к 1 мая. Сегодня у нас 22 апреля. И, по-моему, нас наедали. Ну, по крайней мере, я так думаю. О, здесь у нас какое-то бешеное строительство началось. Ребята, ну, прям, опять же, кто-то прям на дюнах отгораживает территории. И, походу, какие-то растения у нас пойдут под уничтожение. Вообще, смотрите, столбики деревянные. Сейчас покажу. Смотрите, появляются у нас колышки. Как, знаете, для заборчиков делают. Причем такие колышки конкретные. А здесь уже кто-то ворует песок. То есть убирают и тоже отгораживают. Интересно, конечно, что же это будет. А, скорее всего, знаете, что это? Сюда будет электричество тащить. Представьте, как убивают просто вид на пляж. Ты идешь, ты как будто в какой-то электростанции. Раньше провода закапывали. Но сейчас, наверное, невыгодно это делать. Чтобы быстро сняли просто. И вот установили уже столбы. То есть до сюда придет электричество. Прям на дюнах. Чтобы вы понимали, на дюнах будут установлены какие-то элементы торговли. Что делать нельзя. Но не в нашей стране. У нас же кругом одни враги нашей природы. К большому сожалению. И на проходах к морю прям на дюнах устанавливаются торговые палатки. А по пляжу ведутся электрические коммуникации. Печально, печально, ребята. Прям смотрится, это варварство какое-то, не? Просто посмотрите, какой простор. Такой подходишь. Красотища. Блин, мне все пытаются. Ну, ладно, не будем обращать внимание. Но мне такое ощущение, что, знаете, кому-то лично принадлежат наши пляжи. Мы, кстати, с той стороны, я смотрю, тоже полностью разрыли дюну. Проход к морю. Республика Виталия, если я не ошибаюсь, там находятся. Тоже снесли. Ну, опять-таки, проходы к морю. Ладно, мы не будем к ним цепляться. Постараемся, по крайней мере. Хотя это по заявлениям ученых ран строго запрещено было делать прокопы. Все эти. Это уничтожает дюны в целом. Уничтожает деревья. И приводит к деградации наших пляжей. Что такое деградация? Это уменьшение площади пляжей. Сейчас мы можем видеть, что вот таблетки, допустим, полностью уже стоят в воде. А раньше от этого места еще 100 метров было берега. Чтобы вы понимали, я в детстве уставал идти до пляжа. Сейчас вот тух-тух. Мы уже здесь практически. И с каждым годом у нас становится все уже, уже и уже. К большому сожалению. Ой, без обуви по пляжам. Вот эти вот фигни вас ждут везде. К большому сожалению. Они присутствуют. Так-то береговую линию вроде бы почистили. В крайней мере мусора точно стало меньше. Ну, здравствуй, море. Мы по тебе скучали. А ты по нам? Ну, хоть немножко. Здесь можно прям честно залипать. На то, что происходит. Как море тебя встречает. Так, температура воздуха у моря показывает у нас 14,3 градуса. Волнение довольно-таки сильное. Я от тебя даже сомневаюсь, искупнуться, не искупнуться. Течение, потому что присутствует. Такая красота. Ах, какова красота, друзья мои, да? Просто как смотрятся волны. Такое настроение они приносят. Просто нереально. Очень круто и очень позитивно. Смотрите, что происходит. Только оставил вещи, и практически волна чуть не дошла до туда. Поэтому будьте всегда аккуратны. Видите, докуда волны доходили? То есть можно получить точно такой же выход волны. И вот смотрите, опять море раскачивается. Все-таки гасит уходящая волна, набегающая новую. Но давайте замерим пока температурку. Сейчас вам через секундочку я скажу. А вы в комментариях напишите, какая температура у моря. Температура морюшка плюс 10,9. Красота нереальная. И я вас всех, как говорится, приглашаю. Наверное, все-таки на купание мы немножко окунемся. 10,9 это хороший температур. Смотрите, практически добегает до вещей. Поэтому за малым остается. Еще чуть-чуть, еще немножко. И было вообще все печально. Но вроде бы везет. Улыбайтесь. Не рискуйте. И за мной не повторяйте. Ни в коем случае. Говорится, выполнено любителями с надеждой на профессионализм. Дорогие друзья, рискнем немножечко и скупнуться в морюшке. В нашем любимом, классном и прекрасном. Дай бог, чтобы в вашей жизни все было вот так вот. Чего вам всем пожелаю. Температура моря, друзья, плюс 10,9. Вы помните, на воздухе плюс 14. Поэтому надо быть крайне аккуратным, чтобы не замерзнуть. А волны очень сильные и на самом деле очень опасные. Чуть черта не потерял. Смотрите, по колено к лунжу не захожу. Класс! И можно будет выходить. Еще разочек. Говорится, еще чуть-чуть, еще немножко. И все будет просто восхитительно. Вот так вот. Вот это сел. Вот это затащил. Класс! Но главные потоки воды сейчас утаскивают обратно. Можно посмотреть, как кусок сдыбливается. Это прям реально. Вроде бы небольшой накат. Но волны действительно очень опасные. Класс! Так что берегите себя. Не заходите глубоко. А лучше в такое море вообще не заходить и не купаться. Вот это да! Вот это утянуло. Блин, если что, штаны спадают. Вроде бы потолстел, но сила такая, что уносит вообще одежду. Ну, давайте еще разочек. Поймаем волну и можно будет уходить. Это маленькая. Красота! Все! Супер! Ну, самое интересное, я покажу ноги. То есть, одну засадил, причем вся нога. Вторая вроде бы чистая. Сегодня другая нога. Они по очереди у меня очень пальцы. Хотелось бы рассказать все-таки немножко про нефть. Потому что я в нее опять в очередной раз влез. Ее очень много. То есть, ну, вот можно увидеть, что вся вот волна, как выходила, вот это вот все черные блямбочки. Все, что лежит, это все нефть. В некоторых местах, вот тоже это все-все-все-все нефть. То есть, все пляжи, ребята, деланы. Вот в некоторых местах ее очень много, что она уже скаталась вот в такие вот. Видите? То есть, они будут сейчас таять на солнышке. И будет выглядеть это все совсем печально. Но вот самое обидное, что постоянно вроде бы ходишь, знаешь, они, пытаешься не влезть. И очень жалко, на самом деле, отеля, которые будут стелить белые простыни, а потом отдыхают, приходите, ну, точно, не рассчитываешь на пляж в нефть влезть. Там ноги с полосной вроде чистые, а снизу не посмотрел. Зашел, и все, ковролины, простыни, все будет уделано. Ну, что могу сказать, ребята, не рискуйте, не повторяйте ни в коем случае. Эмоции, конечно же, очень крутые, зашкаливают, но жизнь она у вас одна. И сейчас я вам покажу, пока я переодевался. Во-первых, тут пляж уже выставили, вот колочки уже забили. То есть приходили геодезисты, но что-то не так, вот сюда забей, вот сюда забей. Там 20 шагов отсчитал, вот здесь давай нормально. Странно как это все выглядело. И смотрите, что я нашел. Серебро. Серебряное колечие, не знаю, что это, но, во-первых, без коррозии. Может быть, платина даже. То есть, и платина была вообще круто. Потому что серебро обычно все-таки темнеет чуть-чуть, а здесь вообще никаких элементов корочеств, то есть море. Здесь проба стоит, надо будет посмотреть. Ну, в общем, море преподнесло такой подарок. Волна отходит, смотрю, лежит. В телеграм-канал выложу потом, ну, сфотографирую, выложу непосредственно фотографию клейма, что там написано. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться. Яндекс.Дзен. Вконтакте Юрий Азаровский на сообщество. И также буду рад вас видеть в Ютубе, в Рутубе. Ну, и, конечно же, вообще в жизни. Ребят, всем всего хорошего. С огромным приветом из Черного моря. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok